Инвестпроекты в поисках аббревиатуры Инвестпроекты в поисках аббревиатуры Крупный бизнес ждет от правительства условий господдержки Газета коммерсант номер 235 от 20 декабря 2018 года, СТР Два российский союз промышленников и предпринимателей, РСПП Участвующие в отборе крупных инфраструктурных проектов В рамках так называемого списка Белоусова Ждет от правительства информации о будущих мерах господдержки этих инициатив В Союзе считают, что частные инвесторы, от которых правительство ждет вложений в проекты на сумму 3 ТРЛН рубль Должны получить набор преференции и гарантии компенсации затрат в случае ухудшения условий деятельности Пока инвестиционные заявки, по оценке РСПП, могут быть поданы примерно по 20 проработанным проектам Один из которых высокоскоростная магистраль Москва, Казань Как сообщил вчера глава РСПП Александр Шохин Сопредседатель рабочей группы по выработке моделей финансирования проектов Второй сопредседатель, первый вице-премьер РФ Антон Силуанов Крупный бизнес хочет понять, как именно правительство будет поддерживать инвестиционные проекты в рамках списка Белоусова Напомним, РСПП с конца августа ведет отбор инвест-проектов, участием в которых министерства, госкорпорации и госкомпании намерены заинтересовать крупный бизнес Начало этой работы положило предложение помощника президента Андрея Белоусова о вовлечении несырьевых экспортеров в проекты на условиях государственно-частного партнерства, ГЧЭП На конец ноября из предложенного 941 проекта 12 Александр Шохин назвал проработанными, еще 8 почти проработанными Таким образом, сейчас уже порядка 20 проектов могут быть оформлены в виде инвестиционной заявки Еще около десятка, по словам президента РСПП, в красной зоне с ожиданием, что светофор переключится все-таки в ближайшее время на желтый, потом на зеленый Почему РСПП требует инвест-банковского подхода к предлагаемым государствам инвест-проектам По словам главы РСПП, первые 10 инвест-проектов могут быть утверждены уже в первом квартале 2019 года Господин Шохин не назвал их, уточнив, что те, кто отвечает за отбор проектов, стоят на серьезной развилке с вопросами, на которые ведомства не могут знать ответ Чиновники не знают, что им делать Нужно политическое решение, это уровень президента По предположению Александра Шохина, ставка может быть сделана на высокоскоростные магистрали, проект Москва, Казань Либо на транзитный потенциал грузового движения, который предполагает расшивку узких мест, строительство дорог, мостов, тоннелей на направлении Китай, Европа В РСПП настаивают на сугубо партнерском тоне разговора между государством и бизнесом Есть комплексный план развития магистральной инфраструктуры ценой 6,2 ТРЛН рубль При этом считается, что половина это бюджетные деньги, половина частные Но частный бизнес пока не знает о том, что он участвует в этих проектах И если участвует, то на каких условиях, отметил глава РСПП Подчеркнув первенство коммерческого интереса членов союза к проектам Пока же не ясно, в чем он может состоять, поскольку стандартные элементы финансовой модели проектов просчитаны лишь при первом приближении, а формы господдержки не проработаны Без этих же составляющих отбор проектов затруднителен, как РСПП включился в борьбу за сверхдоходы Среди возможных форм поддержки в РСПП называют ГЧП, специнвестконтракты, СПИК, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, концессии, субсидирование процентной ставки, корпоративные программы международной конкурентноспособности В РСПП настаивают не только на налоговых преференциях для инвесторов, но и на наличии компенсационного механизма или переходного периода при ухудшении условий для участников проектов для гарантии стабильности проектов Необходимость такой подстраховки Александр Шохин проиллюстрировал свежим примером В проектах, реализуемых в старом формате СПИК, с 2019 года ставка НДС, как по всей экономике, будет повышена с 18% до 20% и пока никаких компенсаций инвесторам не предусматривается Дарья Николаева